Депутаты законодательного собрания одобрили изменения в главный финансовый документ на текущий год. Сумма дополнительных поступлений составила более 1 миллиарда рублей. Львиная часть суммы, это более 800 миллионов, будет направлена на выплату заработной платы с начислениями. В частности, 84 миллиона рублей пойдут на зарплаты работникам культуры и социальной защиты. То, что сегодня в законодательном собрании были приняты документы, направленные на повышение заработной платы, в том числе и для работников учреждений культуры, безусловно, для нас важно. И это в том числе позволяет выполнить взятые отраслью обязательства, в том числе и направленные на работу с молодыми специалистами. Сотрудники учреждений здравоохранения получат 75 миллионов рублей. Почти столько же отойдет персоналу дошкольных организаций. Хочу отметить то, что все указы президента, майский приказ все исполняется, зарплата у нас достойная, в общем-то все выплачивается вовремя. Здорово, что мы имеем качественную зарплату, то есть государство нас во всем поддерживает. То есть есть возможность реализовать себя в своей профессии, не думая о том, как содержать в себя свою семью. При открытии перинатального центра мы будем получать служебное жилье и получается, имея возможность то, что у нас будет служебное жилье и такая достаточно весомая поддержка в финансовом плане, конечно, это намного упрощает жизнь молодых врачей, молодых медицинских работников, но и дает какую-то перспективу и желание дальше, конечно, работать в этой сфере. Кроме этого, 5 миллионов рублей перечислят на социальные выплаты спортсменам, добившимся серьезных достижений. Дарья Сударева, Руслан Баталов, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.